Мы с вами видели, что христианство привносит идею греха, идею вины. Соответственно, христианство привносит идею свободы, потому что свобода – ничто иное, как... Да, пожалуйста, конечно. Значит, свобода – ничто иное, как выбор добра и зла. Не выбор левого и правого. Левое и правое выбирают разум. А разум – это анализ взвешивания объективных обстоятельств. Почему мне идти налево или направо? А вот между добром и злом выбирает моя воля. И когда Христос говорит, что человек по природе грешен, он имеет в виду, что... Он имеет в виду, что человек волен выбирать между добром и злом. И этот выбор – человеческий свободен. Вот Христос, когда он закончил человеческий путь и готовился явиться в качестве Бога, как Бог, он в 30 лет удалился в пустыню. И там в 40 дней простился и взолкал. То есть есть захотел, наконец. И тогда к нему приступил великий и страшный дух. И сказал, ты же Бог. Вот камни. Преврати камни в хлебы. На что Христос ответил не хлебом, а одним. То есть отказался. Что предлагал этот дух, то есть, то бишь, сатана? Что предлагал он Христу? Есть еще место. И от чего Христос отказался? Сатана предлагает Христу явиться в силе и славе. То есть совершить чудо, начать чудо. Христос отказывается начинать чудо. Почему Христос отказывается начинать чудо? Потому что это значит, решить человека свободу. Конечно, если Бог прогремит и явит свою силу, то человек примет Бога. Но это будет не свободное принятие. Вера Христова принимается свободно, и это существенно, это важно. Христос в Новом Завете совершает много чудес. Иногда просто говорится, что Христос совершил такое-то чудо и просил об этом не распространяться. Но некоторые чудеса описаны подробно. И мы видим, в каком отношении находятся чудо и вера. Вопрос свободы – это вопрос отношения чудо и веры. Сотник подходит к Христу и просит излечить родственницу больного. Христос говорит, хорошо, пойдем. Сотник останавливается в изумлении. Я сотник. Я только сотник. Но я сказал, и ко мне приходят. А ты Бог. Христос говорит, да будет тебе по вере твоей. И, не сходя с места, исцеляет. Вот это вот «будет тебе по вере твоей» и означает свободный выбор. Сначала вера, затем чудо. Да будет тебе по вере твоей. Язычница приходит к Христу и просит помощи. Христос отвечает, разве кормят собак, когда голодны дети? Ответ, по видимости, грубый. На самом деле… В переводе «собачек» там лучше троноскательное должно быть в греческом языке. Боюсь, это не меняет тело. Разве кормят собачек? Хорошо. Пусть собачек, но я к тому, что Христос пришел к богоизбранному народу. Единственный народ, который верил в единого Бога. Вокруг море язычников, верующих во многих богов, и они не готовы принять Христа, потому что нет единого Бога. Христос пришел к народу, верующему в одного Бога, к иудеям. И поэтому, пока Он не поможет иудеям, в этом смысл ответа Христа. Разве кормят собак, когда голодны дети? На что язычница говорит, но и собакам бросают кости. Когда Христос поворачивается к ней, даже среди своих я не видел такой веры. И помогает. Опять, как видите, да будет тебе по вере твоей. То есть сначала вера, а потом чудо. Великий и страшный дух, приступивший к Христу в пустыне, предлагает ему явиться в Сирии славе, а Христос является в рубище на на Аслие, в Ифлееме. Вот было верное воскресение, сейчас веру не ходили. Это в честь того дня, когда Христа встречали пальмами, и в Ифлееме, когда Он явился, как Бог на Аслие. Не в Сирии и славе, а так явился. Ибо сначала вера, а потом чудо. Никаким образом не хотел Христос, начиная с того, чтобы превращать камни в хлебы. Может быть, наиболее сильное место, где Христос совершает чудо, это когда Он плывет на лодке по озеру, разыгрывается страшная буря, и лодка тонет. Христос идет по воде Акипосуху, а апостолы, ученики Его, начинают тонуть. И Христос обращается к ним, маловерно. Понимаете, Он не совершает чудо, не взмахивает там зланию, и они тоже идут по Его воле Акипосуху. Он обращается к их вере. Он не чудо предъявляет ученикам, ближайшим избранных, из избранных. Он не чудо предъявляет, а упрекает их в маловерии. Маловерное, говорит Он. Сначала вера, а потом чудо. Еще раз скажу, это проистекает из признания человека грехованным по существу. Язычники, мы с вами видели, что язычники не знают греха. Каждый Бог – Бог. язычники не предполагается выбор между добром и злом. Ты выбираешь между одним или другим Богом. Да, да, пожалуйста. Ты выбираешь между тем или иным Богом, но не между добром и злом. Как это там? Ну, в язычстве же те, кто верят в Бога, они же тоже видят в Него истинно. Не важно, что он не является престол, они же в Него верят. Также верят сильно, почему Родина не помогает. А нет выбора между Богом и Богом. Они верят в своего Бога. И верят в Него также сильно и искренне. Что им мешает? А что именно мешает? Чем их вера отличается от той веры, которая направлена к Христу? Потому что Христос – это единый Бог, а язычники верят во многих Богов. Язычники не верят в одного Бога. Одни язычники в одного, други в другого. Язычники – это многобожие. Боги разные, но их всегда много. Поскольку богов много, то человек выбирает между Богом и Богом, но не между добром и злом. Поэтому язычники, как мы сами видели, не знают греха, а поэтому не знают свободы. Христос приходит с идеей греха, а значит, приходит с идеей свободы. То есть выбора между добром и злом. Язычники не знали свободы. И у язычников была судьба. Какая может быть свобода, если есть судьба? Язычники верили в судьбу, а значит, не признавали свободу. В учении Христа человек может сойти из указанного пути. Адам создан свободным. Ему сказано, что нужно делать, чего делать нельзя, но за ним остается воля избрать то или другое. избрать то, что можно или избрать то, чего нельзя. Христианство приходит с идеей вины, с идеей покаяния и, значит, с идеей свободы. После христианства философия уже не могла игнорировать проблему свободы. Философия должна была по-своему проблему свободы объяснить, обосновать. по-своему, потому что вера – это одно, а философия – это другое. Философия уже не могла вернуться к человеку языческих времен, который верит в судьбу и не знает, что такое свобода, не знает, что такое грех. И перед философией стало вопросом обосновать человеческую волю. Это в наилучшей форме сделал французский философ Рене Декарт. И наша тема сегодня Декарт. Декартова философия совершается в два шага. Первый шаг – это сомнение. Дуги-то сомневаюсь. Декарт утверждает, что все, что знает человек, подбежит сомнение. Все, что я знаю, все, что я вижу, слышу, о чем думаю, что воспринимаю, обо всем этом я могу спросить, а на самом ли деле это существует. Обо всем, что я знаю, обо всем, что я думаю, вижу, слышу, воспринимаю, я могу спросить тебя, а действительно ли это существует. При этом у всякой вещи есть сущность и существование. У всякой вещи есть сущность и существование. Вы знаете, что это такое? Сущность – это что? А существование – это существование. Это вопрос, существует ли вещь. Что представляет в себе вещь и существует ли вещь? Так вот, сомнению подлежит не сущность, сомнению подлежит существование. Если я вижу перед собой девушку, я не задависся вопросом, а девушка или это, а не мальчик, например. Но я могу усомниться, существует ли то, что я вижу на самом деле. Возможно, говоря я себе, это не существует. Попробуйте проделать внутри себя этот опыт. Не отрицайте сущности, но сомневайтесь в существовании. Не сомневайтесь в сущности, но сомневайтесь в существовании этих сущностей. Да, это то, что я вижу, но существует ли то, что я вижу? Я не сомневаюсь в своем зрении. Дело не в этом. Иногда я могу сомневаться в собственном зрении, это другой вопрос. Но в данном случае я не сомневаюсь в собственном зрении, я сомневаюсь в действительности существования того, что я ясно вижу. И Декарт, это разные сомнения. Сомнения в сущности, сомнения в существовании. Но Декарт говорит о сомнении в существовании. Вы согласны с тем, что я могу сомниться во всем, что вижу, слышу, воспринимаю и мыслю? Не правда ли? Декарт уточняет, мы вольны усомниться во всем, что мы знаем. В этом нет необходимости. В этом нет необходимости. Никто не принуждает нас усомниться, это важно. Никто не принуждает нас усомниться в том, что мы знаем. Но сами мы вольны задать себе вопрос. И сделать такое утверждение, возможно, все это на самом деле не существует. Я не отрицаю существование, я сомневаюсь в существовании. Я не говорю, что этого точно не существует. Я говорю, возможно, этого на самом деле нет. Я сомневаюсь. В этом первый ход Декарта. Противоположна этому ходу так называемая антологическая вера, когда я не сомневаюсь. В том, что то, что я вижу, есть. В том, что я знаю, есть. Это называется на философском языке антологическая вера. Я верую в то, что я вижу, слышу, понимаю. Декарта антологическая вера противопоставляет сомнению. Картезианское сомнение. Декарта – это Де-карт, как Д'Артаньян. Поэтому его латинское имя – Картезий. Де-карт, Де-приставка, имя – Карт, и поэтому по-латыни он – Картезий. Поэтому учение Декарта называется еще Картезианство. И вот это сомнение в существовании вещей называется Картезианским сомнением. И второй ход Декарта. Именно в тот момент, именно в тот момент, когда я усомнился в существовании всего, что я знаю, я обнаруживаю, что есть я, который сомневается. В тот момент, когда я усомнился в существовании всего, что я знаю, именно в этот момент я убедился, что существую я, который сомневается. И этот я сомнению не подлежит. Пусть нет ничего, что я знаю, но есть я, который допускает, что этого нет. Декарта обнаруживает в себе я. Причем, обратите внимание, я нахожу себя, я нахожу свое я в тот момент, когда я усомнился во всем, что существует. Во всем, что я знаю. В том числе и в собственном теле. Ведь тело – это тоже один из предметов, которые я знаю. я усомнился и в собственном теле. Декарта поэтому говорит так, пусть нет ничего, что я вижу, пусть нет глаз, которыми я вижу, но есть я, который говорит ничего нет. следовательно, это я. Это я. Это не тело мое. Это не мое тело. Но это не мой характер. Потому что я могу усомниться во всем, что обладает сущностью. Например, я говорю о себе, я храбр. Но храбрость – это сущность. А во всякой сущности можно усомниться. Не правда ли? Во всякой сущности можно усомниться. Я храбр, да полно. Храбр ли я? Я трус, да полно. Действительно ли я трус? Во всякой сущности можно усомниться. Поэтому я, обнаруживаемое Декартом, это не тело и не душа в смысле качеств. Не тело и не душа в смысле качеств, типа щедрости, храбрости и всего подобного. Это не тело и не душа. Это чистая форма мысли. О своем «я» я не могу сказать ничего, кроме того, что я есть. Если я скажу о себе, что я храбр или что я лыс, то в этом можно усомниться. Действительно ли я лыс? Действительно ли храбр? Но «я» это не тело и не душа. И о своем «я» я знаю только одно. И могу утверждать только одно, что «я» есть. У «я» нет сущности. У «я» нет внешности и у «я» нет характера. Но у «я» есть существование. Итак, в тот момент, когда я говорю «возможно», ничего не существует, пусть, предположим, ничего из того, что я знаю, не существует, ни внутреннего, ни внешнего, ни тела, ни характера. Возможно, ничего этого нет на самом деле. Я обнаруживаю, что есть «я», который утверждает, что ничего нет. И об этом «я» я усомниться не могу. И об этом «я» я могу сказать только одно, что оно существует, но отрицать его существование я не в состоянии. я усомнился уже во всем, но в собственном «я» я усомниться не могу. Я усомнился в существовании всего, но в существовании «я» я не сомневаюсь. «Я» есть «я». «Когита» эрго сум. Мыслю, следовательно, существую. Я тут в трамвае ехал. Очень известная фраза, на самом деле, «Когита» эрго сум, все ее, наверное, слышали. Вот. Это картезианская фраза. Я тут в трамвае ехал. Мальчишка такой, весь в соплях ПТУшник, глаза косят, рожится совершенно безумно. На нем вязаная шапочка, а на шапочке «Когита» эрго сум. Если это юмор, то совершенно блестящий. Если это шутка, то превосходная. Я даже не знаю, кто так успел пошутить. Кто-то должен был знать основательную философию, обладать недюжим чувством юмора. «Когита» эрго сум. «Мыслю, следовательно, существуй». Могу написать на доске, но думаю, вы справитесь с латинскими буквами. «Когита» эрго сум. «Когита» эрго сум. Там буквально и пишется. Что сделал Декарт? Вы поняли оба хода, да? Понятны они. Что сделал Декарт? Декарт отличил человека от его жизни. Ибо наша жизнь и состоит из тех сущностей, что мы знаем. Наша жизнь и есть эти сущности. Наши знания о том, другом, третьем. Наша жизнь и есть то, что мы видим, слышим, понимаем. Но в момент, когда человек сомневается и говорит, пусть, предположим, ничего этого нет, в этот момент человек обнаруживает себя, который не есть совокупность этих сущностей. Предположим, что человек отличен от своей жизни. Вот что обнаруживает Декарт. Человек отличен от того, что он есть. Ибо то, что он есть, это то, что он знает и что из себя представляет. То есть все эти совокупности объективных и субъективных сущностей. Вот человек отличен от этого. И поэтому человек обладает отношением к жизни. Человек не просто живет, обладает отношением к жизни. Живет-то он живет, конечно. Он что-то видит, слышит, понимает, что-то делает. Но он обладает еще и самостью. То есть способностью отнестись к жизни. То есть обладает свободой. Декарт обнаружил субстанцию свободы. Если я погружен в жизнь, если я не отличен от жизни, то я и не свободен. Откуда взяться в свободе? Платон, например, говорит, надо жить в мире идей, а не в мире вещей. Но тогда ты тождественен своим идеям. Да, ты делал выбор между вещами и идеями. Живешь идеями. Платон говорит, надо жить страстями, а не потребностями. И приводит аргументы в пользу этого. Но тогда ты тождественен своим страстям. Ты делал выбор, исходя из разума. Потому что Платон тебе объяснил, что только в страстях есть настоящее наслаждение. Ты внял и выбрал. Выбрал страсти перед потребностями. Но ты тождественен тому, что ты выбрал. И когда ты выбирал, ты выбирал по разуму. По аргументам разума. Декарр же говорит о другом. Человек свободен от всех сущностей. Будь то потребности или страсти. Будь то вещи или идеи. Человек обладает сам о себе. Поэтому человек может... Это же значит, что человек в принципе может пойти против разума. Есть сила, которую не знал Платон. Потом, мы с вами помним, Платон говорит, человек не может делать то, что считает неправильно. И непонятно, на самом деле, откуда взяться этой самости, которую человек будет делать. Потом говорит, человек следует разуму, и иначе не может быть. Сократ обнаруживает в человеке самость, которая отлична от его разума. Сократ обнаруживает еще одну ипостась человека. Кроме разума, есть еще воля. Да, я понимаю, что это неразумно, но я могу это выбрать. Разум мне говорит, шепчет одно, но я волен выбрать другое. Потому что я не то же самое, что вся совокупность моей жизни. Декарт впервые поставил человека как двуглавое существо, двусущностное существо, двуипостасное существо. У человека есть разум, и у человека есть воля, которая не есть разум. Греки сводили волю к разуму. На самом деле, у греков есть только разум. Вы с вами видели это рассуждение Сократа, когда человек не может пойти против разума. Если разум говорит, человек идет. Иначе по Сократу, мы помним, быть не может. На самом деле может. На самом деле может. Самость может наслаждаться собой. Рыцарь. 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 Камень. Ворон. На камне написано. Направо пойдешь, жену найдешь. Прямо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, голову буйную сложишь. И куда на свете сидит? Я спрашиваю вас. А? Обязательно. Есть две дороги к одной цели. Одна ровная и прямая, другая ухабистая и опольная. Какую мы выберем? Разумеется, прямую. На основании чего? На основании разума. Мы выберем на основании разума. Хорошо, разум выбрал прямую и короткую дорогу. А я где? А я где? Где моя самость? Тут получается, дорога выбрала меня, а не я выбрал дорогу. Разум просто указал, где правильно идти. Разум-то указал. Разум понимает обстоятельства. И позволяет сделать правильный выбор из этих обстоятельств. Обстоятельства-то есть, до меня-то нет. Я иду по ухам, чтобы доказать себе собственное существование. То есть выбираю случайно? Нет, не случайно. А чтобы доказать себе собственную самость. Тут уже больше о характере. Тут уже больше о характере. Характера нет. Потому что самость – это не характер. Если я упертый, это еще не значит, что у меня есть самость и свободная воля. Ну, так вот здесь человек скорее скажет, что он упертый, чем в каком-то самости. А можно старую рефлексию взять, да? Что он типа вот мог пойти куда угодно, но пойду на зло, туда, куда разум ходил. Можно и так, если на зло разуму. Человек должен вычленить себя, отличить себя от собственного разума. Потому что после Декарта стало понятно, что человек – это не только разум. Что в человеке есть я, а именно я равно я, который не тождественно разуму. Поэтому, когда я иду по прямой дороге, я отождествляюсь с разумом. Я не могу понять, не могу убедиться, что я отличен от разума. Что во мне есть еще свободная воля. И человек может, я не говорю, что он должен выбирать или всегда выбирает. Но рыцарь в сказках, в виде сказках идет всегда не направо, где счастье, а налево, где свобода. Налево, где свобода. Потому что только налево свобода. Это выглядит, как драматичный выбор. Выбор между счастьем и свободой. Но если у человека рядом с разумом есть самость, и я хочу проявить эту самость, это и будет выбор между разумностью, то есть счастьем. Разумность – это счастье, это прямая дорога. Это выбор в сторону доброй жены. Разум показывает туда, разумеется. Разум витязя показывает направо. Уж никак не налево. Но воля витязя, которая хочет просто отличить себя от разума, просто проявить себя, доказать себе себя, эта воля устремляется налево. Только чтобы доказать самого себя. Проблема расходника ведь в этом же. «Имею ли я право?» «Имею ли я право?» «Тварь я дрожащая или право имею?» Что значит «тварь дрожащая»? Это человек, живущий по закону. Тварь дрожащая – это человек, живущий по закону. Раскольникова занимает только один вопрос – может ли он приступить к закону. Ему, разумеется, ни деньги нужны, ни смерть вторушки нужна. Это ему совсем даже не нужно. Его цель, его смысл в том, чтобы приступить к грамме. Есть ли у меня это право, эта сила? Иначе говоря, есть ли я? Именно это побуждает человека приступать. Что такое закон? Закон – это воплощенный разум. Если мы подумаем хорошенько с вами, мы придем к этим истинам. Не убей, не укради, не пожелай жены другого. Мы поймем, только очень неразвитый разум сводит все к дай или хвате. Сколько-нибудь зрелый рассудок показывает нам, что это разумно, что закон и мораль – они разумны, они воплощение разума. Это победа разума над хаосом, и закон, и мораль. Но в том-то и проблема Раскольникова. Он понимает, что мораль, заповедь – это победа разума, в которой нет места самому Раскольникову. Он хочет понять, имеет ли он право приступить. Ну и не получается ничего у Раскольникова, да? У Раскольникова ничего не получается. Убить-то он убил, а право не возымел. Не почувствовал себе право убивать. Ведь была задача не убить, а доказать самому себе, что имеешь право. Правда, это трудно сделать, не убив. Но цель все-таки не убить, а доказать право. Убить-то Раскольников убил, а доказать ничего не доказал. Поэтому проедрал. Декарт обнаруживает в человеке силу, человеческую силу, отличную от разума. И начиная с Декарта, на человека уже философски. Все это было сделано в религии. В религии, в христианстве было сделано, что человек властен совершать зло. Но после Декарта это было сделано и философией, то есть средствами самой философии. В своих двух шагах, о которых я говорил сегодня, говорю сегодня, Декарт не прибегает к вере, вы сами видите. Это чисто разумное рассуждение. «Пусть нет ничего, что я знаю, пусть нет самого тела, которым я знаю, но есть я, который говорит, пусть ничего нет». Это рассуждение логически безупречное, но оно логическое, не требующее веры, обращения к вере. Поэтому, начиная с Декарта, не только религия, но и философия, начинаем говорить о свободном человеке, который оказывается вменяем. Что значит вменяем? Это значит, он ответственен за свой выбор. Человек в дождественной жизни не вменяем. Он объясняется жизнью. В дождественной жизни человек объясняется жизнью. Жизнь сложилась так и так, поэтому я пришел к тому-то и тому-то. Родился в тюрьме. Вырос среди бандитов. Сам стал бандитом. Что? Что? Человек вменяем, человек не вменяем. Человек требует. Нужно наказать. Нужно наказать. Изолирует это общество, потому что он опасен и вреден. Но он опасен, вреден, но не ответственен. Потому что он дождественной жизни. У Патона человек также не ответственен. Один умнее, поэтому проживает более правильную, достойную жизнь. Другой менее умный, поэтому больше грешит и сваливается в потребности страстей. Это так. Один умнее, другой более умный, другой менее умный. Но кто вменяем? Где тут вина? Где тут вина, если человек все равно как бы тождественен своему разуму, не отличен от того, что и как он понимает. А вот если есть самость, есть я, которое равно я, то человек волен выбирать. И всегда, всегда человек обречен выбирать. Как бы ни сложилась жизнь, человек вечно обречен выбирать. И выбирать именно между добром и злом. Ещё раз, между левым и правым выбирает разум. Самость человеческая, я человеческое, человеческое эго, выбирает между добром и злом. Думаю, что нет. У каждого одинаковое я. Ибо а я может сказать только то, что оно существует. Не может быть разных я. Если а я, мы можем знать только то, что оно существует, но знаем это достоверно, не может быть разных я. Правда же? Тогда тоже не я должна выбирать. Я знаю, у всех одинаковое. Я выбираю только одно, быть или не быть. Я выбираю быть или не быть. Вы можете отказаться от своего я. Это пожалуйста. Вы свободны. Это свободный отказ от свободы, что в общем-то полнелогично. Вы можете целиком войти в жизнь. Вы можете вернуться в антологическую веру. Вы можете вернуться в антологическую веру, поверить в то, что это действительно существует. И тогда вы тождественны в жизни, и Бог вам судья. Тогда жизнь управляет вами, и вы только с помощью разума ориентируетесь в том, что вы знаете. Но тогда вы расстаетесь с проблемой выбора. Тогда вы никогда не выбираете. Разум объясняет вам, куда правильно идти. Он может быть более совершенный, менее совершенный. Вы проживете более правильную, или менее правильную жизнь. Но вы не будете знать, что такое выбор. А Декарт говорит о выборе. Я – это выбор, возможность выбора. Можно выбрать разум. Это дело – это свободно. Ты мог не выбрать разум, понимаете? Мог не выбрать разум. А выбрал разум. Но сделал это сам. Не просто послушался разуму, как всегда, а выбрал разум. Или выбрал свои воли. Декарт, добро и зло, он, с его точки зрения, все остается, да? Да. Он тоже сомневается. Да, все остается, но и... Но выбирает человек сам между добром и злом. Только этот выбор есть, другого выбора нет. А если он сомневается во всем, почему он тогда не сомневается во этом? Может быть, и сомневается. Может быть, и сомневается. Может быть, он всегда и ставит вопрос, а добро ли это. Но выбор все равно должен быть. Человек должен выбирать. То, куда он идет. Я согласен, да. Выбор между добром и злом это выбор между сущностями. Это не Декартовский выбор, а Декартовский выбор между бытием и бытием. Тоже согласен. Как было до Декарта философии? Философия ставила вопрос о свободе. Философия ставила вопрос о свободе. Этот вопрос решался двумя направлениями в греческом атомизме. Атомизм – это учение, которое сводит весь мир к атомам, величайшим невидимым частицам, которые несутся в пустоте и складываются вещи или распадаются. И тогда вещи исчезают. В атомизме было два направления. Направление, представленное Демокритом, греческим философом, и направление, представленное Эпикуром, его римским учеником. Демокрит говорил «Атомы несутся по необходимости. Атомы несутся по необходимости. А значит, свободы нет». Демокрит впервые представил мир как механическую систему, в которой атомы движутся по законам, по определенным законам, и поэтому вытекновение вещей и распадение вещей в закономерах. Свободы нет, говорил Демокрит. Демокрит приводил существенный аргумент. Демокрит говорил, свободы нет, потому что всё имеет свою причину. Согласитесь, веско. Всё имеет свою причину, поэтому свободы нет. Демокрит даже объяснял, откуда возникает иллюзия свободы. «Иллюзия свободы», говорил Демокрит, возникает из-за того, что причины всегда есть, но мы очень редко знаем эти причины. Причины всегда есть, но мы очень редко знаем эти причины. А когда мы не знаем причин, нам кажется, нам представляется, что мы свободны. Именно тогда, когда мы не знаем причин, которые всегда есть на самом деле. Но когда мы их не знаем, возникает иллюзия того, что мы произволены. Вольны. Вот я волен засунуть руку в карман. Смотрите, я это проделываю. Я засуну руку в карман. Захотел и засунул. И вторую руку могу засунуть в карман. И тоже доброй волей. А что происходит на самом деле? На самом деле, когда я был маленький, мне бабушка запрещала совать руки в карман. И если после того, бабушка померла, а я стал взрослым, я на зло этой бабушке все время сую руки в карманы. Надо и не надо. Но я уже забыл про бабушку. Я забыл про ее уроки. И я думаю, что я засунул руку в карман произвольно, хотя на самом деле у этого есть причина. Я не знаю причин, и поэтому думаю, что засунул руки в карман произвольно. таково вкратце учение Демокрита. Вкратце оно выглядит так. Все имеет свою причину, значит, свободы нет. Ему оппонирует Эпикур. Эпикур говорит, что в основе движения, в основе мира, как и Демокрит, он говорит, что в основе мира лежат атомы, но в основе движения атомов есть произвол. атомы по свободе природы таковы, что они вольны отклоняться немножко от законов природы. То есть в основе природы, в самом фундаменте природы лежит свобода, лежит произвол. И чем более высокий уровень природы, растения, животные, человек, чем более высокий уровень природы, тем больше свободы проявляется на этом уровне. Что касается человека, то человек свободен вообще. То есть каждый абсолютно свободен. Это значит, что каждое мгновение своей жизни я волен делать так, или иначе. При этом свобода определяется просто. Я могу не делать того, что делаю. Ну, или что-то же самое, оборотная калька, я могу делать то, чего не делаю. Свобода определяется просто и абсолютно. я волен не делать то, что я делаю. я что я не знаю, Продумал следствия, вытекающие из принятия свободы. И Пикур продумал, что если в каждое мгновение человеческой жизни я могу поступить не так, как поступил, то мои действия принимают вид не действительности, а возможности. В моём собственном сознании каждый мой поступок получает статус не необходимости, а возможности. Ведь я мог поступить иначе, следовательно, в моём действии нет необходимости, нет действительности, а есть лишь возможность. Как бы рядом с моим действием, которое я действительно физически совершаю, у нас стоит действие, которое я мог бы совершить. И Пикур говорит, нет действительного мира, одного действительного мира, но есть бесконечное множество возможных миров. Если в одном мире я поступил так, то в это же самое время в другом возможном мире я поступил иначе. Человеческую жизнь можно представить как линию, в каждой точке которой возможно ответвление в другую сторону. Да, я пошёл сюда, но мог бы делать иначе. А в каждой точке этого ответвления, так же ответвление, получается бесконечное количество возможных поступков. Я увидел вас, подошёл и поздоровался. Но в другом мире я подошёл и убил вас в это же время. А в третьем мире я прошёл, не заметив вас. И так далее. Поэтому то, что я подошёл и поздоровался в моём собственном сознании, сознании абсолютно свободного существа, обладает статусом возможного поведения. Не бывает, человеку не дана действительность. Человеку дана возможность. А Сократе говорят, он не зарабатывал денег, ходил в рваных сандалиях, его жена Ксантипа вечно пилила его. За всё это ругала и ругала. И однажды Сократ сказал, она вот Ксантипа ругает Сократа, Сократ слушает и говорит. А в это время, в другом мире, другая Ксантипа ругает другого Сократа. Эта история хороша тем, что дело даже не в том, что поступок другой в другом мире. Дело в том, что поступок вроде бы тот же. Другая Ксантипа ругает другого Сократа. Но оба эти поступки возможны. Ксантипа не действительно ругает Сократа. А это один из возможных вариантов. Даже если во всех мирах Ксантипа ругает Сократа. Какую грустную картинку бесконечную, потому что везде другая Ксантипа ругает с другого Сократа. Если представить эту скучную картину, все равно все миры возможны. Человеку не дана действительность и настоящесть. Поэтому если в этом мире я подошел к вам и поздоровались, познакомились, поженились, у нас народились дети, народились внуки, меня не оставляет ощущение, что я в тот момент мог подойти и убить вас. И закопать. Что наша с вами жизнь – это лишь одна из возможностей. Тема Возможных миров, она очень популярна сейчас. В 20 веке. И сейчас это очень популярная тема. Она большое место в литературе занимает. Тема возможных миров. То, что человеку лишь дана лишь возможность существования, а не действительность существования. Но именно… Как можно поспорить с действительностью? Ну, это же очевидно. Единственная вещь, что есть – это действительность. Вы просто не имеете ничего другого. Вы имеете еще свободу. Прямо в действительности вы имеете свободу. Но свободу в действительности. Вы не имеете свободу в вашем мышлении. Это не до каждого свободы, это вы точно заметили. В любом случае человек равен действительности. Просто в действительности много. В любом случае у вас под рукой не было бы стакана. Тогда вы возвращаетесь к атомизму. Демогрита. Если берете стакан, то есть причина. И в силу этой причины ваше действие необходимо и действительно. И иначе не может быть. А если берете стакан с думой, с мыслью, что на самом деле в другом мире в этот момент вы же… И этот стакан кидаете в него. А в третьем мире одновременно у вас вообще нет под рукой стакана. В четвертом мире у вас рядом со стаканом еще и бутылка. Это же тяжело для психики. Тем не менее, надо сказать, что в современной культуре, в современной литературе это очень модная, я бы сказал, тема. Множество возможных миров. Почему-то, хоть даже не могу сказать толком, почему художника привлекает эта идея. Хотя она действительно тяжеловата для психики, как вы справедливо заметили. Она поэтична, оказывается. Опыт литературы 20 века говорит о том, что эта идея по крайней мере поэтична. Смотрите же, что было сделано до Декарта. Свобода или не свобода у Демокрита и Эпикура постулировались, не доказывались. Только постулировались. Демокрит говорит, свободы нет, а есть только причина. Он ничего не доказывает, он это постулирует. Атомы движутся по закону. Следовательно, свободы нет. Эпикур говорит, свобода есть. Но не приводит ни одного соображения в пользу того, почему есть свобода. Почему все-таки есть свобода, а не действительность, не необходимость. Эпикур только говорит, давайте примем, что есть свобода и посмотрим, что из этого вытекает. И блестяще совершенно показывает, что если есть свобода, то нет действительности, и надо вводить категорию возможностей. До Эпикура такой категории не было. Она интересная категория, категория возможностей. Никто не думал в категориях возможностей. Начинается Эпикура, старик думать в категориях возможностей. Эпикур говорит, если свобода есть, давайте посмотрим, что из этого следует. И получает возможность. Но ни Демокрит, ни Эпикур не приводит аргументы. Почему? Почему, собственно, надо считать, что свободы нет? Или почему, собственно, надо считать, что свобода есть? Есть еще одна, история знает еще одно рассуждение о свободе. Так называемое рассуждение о Буриданом Асли. О Буриданово Асли. Жан Буридан, это средневековый схоласт французский, который придумал такую историю. Стоит осел посреди двух стогов. Стоги находятся на равном расстоянии от осла, прямо в противоположных направлениях. И если считать, что свободы нет, что все действует по необходимости, то осел подобен физическому телу, на котором в противоположных направлениях действуют две одинаковые силы. Что должно делать такое тело? Стоять на месте. Таким образом, осел должен сдохнуть посреди двух стогов сена. Сдохнуть от голода, не в силах двинуться. Буридан спрашивает, так разве это возможно представить? Надо быть действительно ослом, чтобы сдохнуть с голоду посреди двух стогов сена. Следовательно, абсурдно говорить, что свободы нет, следовательно, свобода есть. Что Жан Буридан делает? Он доказывает от противного. Жан Буридан говорит нам, если предположить, что свободы нет, мы приходим к абсурду. Осел подыхает с голоду, что нелепо. Следовательно, свобода есть. То есть мы видим, один говорит, допустим, свобода есть. Другой говорит, если свободы нет, то получается ерунда. Но никто не говорит, в чем заключается свобода. Никто не говорит, в чем заключается свобода. А Декарт делает именно это. Декарт показывает, в чем субстанция свободы. И почему именно человек является свободным. Пусть ничего нет из того, что я знаю, вижу, чувствую, понимаю. Но есть я, который знает, что ничего этого возможно нет. И об этом я, я знаю только то, что оно существует. И оно, это я, делает меня свободным, производным. После Декарта многое изменилось. Изменился взгляд на человека. Человек стал субъектом своей жизни, стал пониматься как субъект своей жизни. Это важно. Раньше человек сводился к предикатам. Например, грек был уверен, что он грек. И тем уже хорош, что он грек. Римлянин тоже полагал, что он тем уже хорош, что он римлянин. И самое, может быть, важное в нем самом, это быть римляниным. Принадвежность к нации считалась важнейшей чертой человека. Принадвежность к культуре, принадвежность ко всему прочему. Кроме нации, есть еще круги людей. Это люди культурные и некультурные. Люди культурные ценят себе то, что они причастны к культуре. Но некультурные тем, что они непричастны к культуре, очень ценят себе. После Декарта стало невозможно человека отождествить с нацией или культурой. Потому что человек не отождественен ни нацией, ни культуре. Декарта – это продвижение к той ситуации, в которой мы уже отчасти во многом находимся сейчас. Границы границами, национали с национальностями, обычаями, обычаями, нравы нравами. А человек – это иное, не тождественное ни границам, ни обычаям, ни нравам. Я равно я. Это то, что человек властен противопоставить нравам, обычаям и нации. После Декарта на человека стали смотреть совершенно по-другому. Все на сегодня. Спасибо.